Я очень рада представить нашего следующего докладчика, профессора Михаила Лотмана. Михаил Юрьевич Лотман – эстонский литературовед, политический деятель. В области исследований Лотмана охватывает общую семиотику, культурную семиотику, теорию и историю русской литературы. Публикации Михаила Юрьевича обширны. Это и исследования в области поэтики акмиизма, исследования о поэзии Мандельштама, Пастернака, Иосифа Бродского. Его книги опубликованы как на русском, так и на эстонском языках. И Михаил Лотман является профессором в университете Таллина и ведущим научным сотрудником в Тартусском университете. Сегодня мы услышим доклад на тему «Осип Мандельштам. Поэтика воплощенного слова». Вот, видим на экране. Пожалуйста. Я очень благодарен за приглашение здесь выступить и также за эту презентацию моей скромной особы. Мой доклад находится на стыке поэтологии и теологии. То есть не принадлежит ни одной из этих сфер. Макрофон можно ближе. Значит, это цитата из начала и из предпоследней страфы стихотворения Гумилёва слова. Это как бы эпиграф к моему докладу. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо своё тогда, солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что осиянно только слово средиземных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог». Стихотворение Гумилёва является как бы декларацией новой поэтической системы, но само оно ещё не входит в эту поэтическую систему. То, что декларировал Гумилёв, реализовали Ахматова и Мандельштам. Здесь мы видим довольно традиционное заявление о силе слова, о силе слова, которое связано с Богом. Вначале описывается сцена из Библии, когда слово останавливает солнце, разрушает город, но в предпоследней страфе слово напоминается о том, что слово – это не человеческое, некое, скажем так, произведение ослова – это второе лицо Троицы. Я буду говорить о том, как эта декларация реализуется в поэзии Мандельштама, как то, что здесь заявлено, там реализовано. Но сначала два вступления. Всякий художник, не только поэт, но вообще любой художник, время от времени задаётся вопросом, вот чем оправдано это его занятие. Чем оно оправдано с точки зрения утилитарной? В общем, искусство – вещь бесполезная. И, с другой стороны, искусство – вещь грешная. Как оно оправдано с какой-то высшей точки зрения? Оправдание поэзии. На эту тему писали Филипп Сидни, выдающиеся авторы, простите, «Возрождение», «Романтики» и позже. Но для нас здесь интересует даже не то, что они говорили, о том, что это постоянное требование, постоянная нужда оправдывать своё занятие. И в западной теологии, а я католик, в западной теологии ответ даёт философия Жака Маритена и система неотомизма. Для Маритена христианское искусство – это не искусство на тему Евангелия. Это не какие-то убочные картинки. Христианское искусство может быть совершенно внецерковным и даже антицерковным, как, например, поэзия Бадлера. Единственным критерием христианскости, скажем так, в искусстве, является его подлинность, потому что христианство – это подлинная вещь. И всякий, кто совершает правду, и это относится не только к искусству, но и к науке, не может быть вне христианства, потому что христианство – это правда, потому что Христос – это правда. Ну вот. Это, что касается западной традиции. А что касается православной, то один из возможных ответов даёт Мандельштам. Тут нужно сделать второе замечание о связи Мандельштама и православия. Мандельштам не был православным. Он происходил из еврейской семьи, нерелигиозной. И его отец сам себя воспитал в духе, как писал Мандельштам, немецкой философии XVIII века. И родной язык был скорее немецкий, но на нём он говорил плохо. Он говорил книжным языком. Его мать, Мандельштама мать, была близкой родственницей знаменитого пушкиниста Венгерова, и от неё Мандельштам получил настоящий язык. И этот язык был русский. Сергей Сергеевич Аверинцев писал, что такие авторы, как Хадасевич по происхождению поляк или Мандельштам по происхождению еврей, более ценили русский язык, чем те поэты, которым он достался бесплатно. Потому что и у Хадасевича, и у Мандельштама есть постоянный мотив – боязнь потери языка. И для них русский язык, или Мандельштама – блаженное слово, то же самое у Ахматовой. Это само слово является замечательной ценностью. Даже замечательно неправильный эпитет. Это высшей ценностью. И теперь, собственно, да, ещё одно вступление уже лингвистическое. Нет, до него небольшая цитата из ранней статьи, незаконченной статьи Мандельштама, которая, вероятно, заговорена как «Скрябин и христианство». Скорябин – композитор-модернист, в значительной степени нитшанец. Тем не менее, Мандельштам видит здесь христианство, которое… христианское искусство, в первую очередь, оно свободно. И свободно оно, потому что подражает Христу. А Христос – это правда и свобода. И это творческий акт – это вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эры. то есть воплощению Слова. И Слово стало плотью и обитало с нами. Поэтому христианское искусство свободно. Христианское искусство не может быть жертвой. Жертва уже совершилась. Мы все спасены этой жертвой. И мир вместе с художником уже искуплен. И христианские художники как бы вольно отпущенники идеи искупления. А не рабы и не проповедники. Здесь очень близко к тому, что говорил Маритен. Теперь, собственно, о языке. Когда мы будем говорить о концепции языка у Мандельштама, мы должны вспомнить некоторые вещи из истории русской культуры. В русской культуре, начиная со Средневековья, а когда мы говорим о средневековой русской культуре, тут не очень понятно, о чем мы говорим, но, тем не менее, мы говорим о ней. Значит, был то, что можно назвать лингвистическим мифом. Он состоит из двух частей. Во-первых, то, что славянский язык, по сути дела, это греческий язык. Он как бы рожден из греческого. И во всем согласуется между собой подобен греческому. Во всем согласуется так, вот как ягненок со своей матерью. Это лингвистический миф. С точки зрения языкознания – это неправда. Но в этом некоторая высшая правда, потому что так ощущали. Ну, тут можно напомнить о том, что в XX веке то же самое про немецкий язык говорил Хайдеггер. Что немецкий язык – это, по сути дела, древнегреческий язык. Потому что только на древнегреческом языке можно философствовать. А поскольку я философствую на немецком, значит, я философствую на греческом. Вот. Теперь еще одно важное замечание. Видите, греческие письмена, а не греческий язык. Вообще говоря, в средневековой русской письменности язык – это нечто отрицательное. Язык – это то, что у других, у язычников. Об этом есть специальное исследование. Славянский – это не язык. Славянский – это письмена и слова. Слово противопоставленное языку. А язык – это нечто вторичное. Этот лингвистический миф был подхвачен в русской культуре в XVIII-XIX веке. Начало секулярной русской словесности положили несколько авторов. Из них главным был Ломоносов. Когда он обосновывал язык новой литературы, то он написал очень странное сочинение. предисловие о пользе книг церковных. Вообще, церковные книги, понятное дело, что полезны. Но полезны для души. Но не для Ломоносова. Они полезны для языка. То есть, секулярное содержание выражается сакральным языком. Или еще точнее, секуляризация содержания сопровождается сакрализацией языка. славянский язык не язык такой, как все. Славянский язык был создан специально для литургии и для перевода священных книг. это не кодифицированный разговорный язык. Это язык изначально сакральный. И это относится не только к церковно-суанскому языку и средневековой литературе. Заметим, что в средние века было очень важно, что славянский – это не только не язык. Славянский – это нечто вне логики и грамматики. когда Максим Грек пытался привести писание в соответствии с какой-то логикой и грамматики, то это было неправильно. Потому что логика и грамматика – это человеческие создания. А слово славянского языка – не человеческое. Ну вот. Теперь о русском языке. Как бы средневековый лингвистический миф был подхвачен авторами нового времени. Из них, наверное, наиболее важен Пушкин. Язык, значит, во-первых, что тут Пушкин, как бы ученик Карамзина, явно противоставляет себя Карамзину. Потому что Карамзин пытался на французский манер русский литературный язык вести в соответствие с разговорным. И в то время модное противостояние славяно-русский versus франко-русский. Франкоманы хотят писать и говорить, как просто, как говорится, а славяно-русы, архаики, это противоположный Пушкину лагерь. Конечно, русский и славянский язык – это одно и то же, и вообще это славяно-русский язык. И Пушкин тут говорит на языке своих литературных оппонентов. как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспоримое преимущество перед всеми европейскими. Судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон. Сокровищница гармонии даровала ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи, словом усыновил его. Вот как овса с матерью. Но теперь это уже не славянский язык, а русский. Избавляя таким образом от медленных усовершенствованных времени. Значит, это период сравнительной грамматики. Это братья Гримм, старший Гримм, это Раск, Боб и так далее, которые показывают, что язык развивается во времени. Значит, языки пусть развиваются во времени, но не русский. Русский избавлен от усовершенствованных времени, он сразу. сам по себе уже звучный и выразительный, от сели приемлет, простите, тут опечатка, он гибкость и правильность. Значит, язык русский гибкий, правильный, как ни один другой язык. Это потом подхватывают символисты. по сути дела, по сути дела, ну, по сути дела, Вячеслав Иванов говорит то же самое, что Пушкин. Правда, он добавляет здесь важное измерение православия, чего не было у Пушкина. это заключение этого цитата я набрал курсивом. И как преизбыточно многообразен всеоблемлющий экуменический и кафолический язык эллинства, так же вселенским и всечеловеческим в духе становится и наш язык. Так же приобретает он способность сочетать ясность с глубиной, предметную осязаемость, осязательность с тончайшей, выспреннейшей духовностью. Уже сам язык, материал одухотворенный, это не просто какое-то средство общения, вообще язык не средство. И Мандельштам, противник символизма, в статье о природе слова по сути дела продолжает эту же линию и развивает русский язык, язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад эллинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи. Значит, тут заметно влияние и Леонтьева, и Чадаева. Но вывод другой. Значит, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения. Вот это уже новое. Тайну свободного воплощения. И поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. Что значит звучащая и говорящая плоть? «Русский язык?» Это значит, что он нуждается в духе. У него есть способность нести дух в самом языке. И в отличие от всех других языков русский язык является универсальной плотью. И то, что по-русски некоторые вещи не выражены, это долг. Серебряная трупа котула этого нет по-русски. И это мучительно. Это мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка. Этого нет по-русски, но это должно быть по-русски. Я взял латинские стихи, потому что русским читателям они явно воспринимаются как категория долженствования. Императив звучит в них нагляднее. Русский язык есть некая говорящая плоть. И русский язык в этом смысле универсален. В нем содержится вся мировая поэзия. И если она содержится не актуальном виде, то она содержится как потенция. слащепенье итальянской речи. В это время он учил итальянский. Слащепенье итальянской речи для меня родной язык, ибо в нем таинственно лепечет чужеземный арф, родник. То есть в русском языке содержатся другие языка тайным образом, таинственным образом. Лепет важное для Мандельштама слово. Лепет это то, что не подвластно созданию. В самом языке, вне зависимости от того, что хочет сказать носитель этого языка, содержится родник, в нем говорит, журчит родник чужеземных арф. Надо сказать, что это он такое понимание языка, поэтического языка Мандельштам распространяет и на своего любимого поэта Данте. В разговоре о Данте есть очень странное место. В пятой песне Ада певец, то есть Данте, внутренне импровизирует на любимом заветном греческом языке, пользуясь для этого лишь фонетикой, лишь как фонетикой и тканью родным итальянским наречиям. Таинственно лепечет греческий язык и в итальянском языке. Надо сказать, что это очень странное место с точки зрения истории лингвистики, истории литературы, оно еще более странное, потому что, как мы знаем, Данте не знал греческого и не мог импровизировать на греческом, лишь оформляя как итальянский. Но это метод самого Мандельштама. И он этот метод переносит на Данте и читает таким образом итальянские стихи. Значит, Данте не знал греческого, а Мандельштам знал. Не очень хорошо, но знал. А, простите, сначала до того, как перейдем к Данте, что имеется в виду таинственный лепет? Такой типичный мандельштамовский текст. Раньше всех умрет тот, у кого тревожно красный рот. Значит, по-русски, да? Но смерть по-немецки тот. Тот, тот. У кого тревожно красный, красный рот. Рот. Вот это. на двух языках. Таких вещей у Мандельштама много. И они довольно подробно описаны, в частности, мной. Обычно наибольшей все понимают или немецкий или греческий. Вот самое простое, да? Или Петра создание медный всадник и гранит. Петра это Петра и Петра это Петра. Петра камень. Мы видим камень на камне. Как вы помните, это в Евангелии очень странное место. Значит, на тему такая комментарий к теме, что Иисус не шутил. Он шутил. И у него, мы видим, там вот такие специфические еврейские шутки языковые. Вообще говоря, апостола не звали Петр. Его звали Симон. А почему Петр? Потому что Иисус назвал его камнем Кифа. Но мы переводим это. Как Петр, а не как Кифа. Вообще говоря, имена собственные не переводятся. Но здесь это нужно перевести, потому что иначе теряется каламбур. Ну вот. И теперь что он видит в 26 песне Божественной комедии? Значит, сначала греки там говорят, и тут видим, что говорят по-итальянски, а там просвечивают греческие слова. Данте значит, есть такое выражение lost in translation, lost in interpretation, это found in interpretation, это он нашел, это вот это таинственный лепет, который Данте об этом не подозревал. Теперь совсем странные стихи. В период своего духовного кризиса Мандельштам написал длинное стихотворение к немецкой речи. Себя губя, себе противоречия, как моль летит на огонек полночный, мне хочется уйти из нашей речи за все, что я обязан или бессрочно. Итак, я обязан всем этой речи, но я должен из нее уйти. Это уход из речи, как полет ночной бабочки на огонь. Это смерть. И что он делает? Значит, речь идет о том, что в немецкой речи, это чужая речь, она будет ему оболочкой. Чужая речь мне будет оболочкой. И много прежде, чем я смел родиться, я буквой был, был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится. То есть под оболочкой чужой речи есть что-то очень важное. Это не речь, это буква, это виноградная строчка, это книга, которая выражается в чужой речи. Это достаточно очевидное отсылка к Евангелию от Иоанна. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. Прибудьте во мне, и я в вас. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. это Евангелие от Иоанна. Это говорит слово, логос, то слово, которое было у Бога, которое было у Бога. И она, это слово является виноградной лозой. Я буквой был виноградной строчкой. теперь, наконец, и немножко о метанои. Служение поэта, так же, как служение любого художника, это истина. Служение христианского поэта, тем более. Мандельштам всегда старался быть этим уверенным. Но у него было несколько периодов кризиса. Один из них был назван в связи с немецкой речью, как бы измена языку, но еще хуже это измена правде. Когда в начале 30-х годов он был вынужден служить советской власти. Служил он плохо. И это очень плохо отразилось на его творчестве. Метаноя предполагает раскаяние. Раскаяние начинается с четкой формулировки греха. Еще до сокрушения плоти можно сформулировать свой грех, не оправдывая его. И Мандельштам это делает с максимальной безжалостностью. страшном стихотворении иногда о заглавии неправда. Но Мандельштам о заглавии этого нет. «Я с дымящей лучиной вхожу к шестипавой неправде в избу». Тут нужно заметить, что шестипавом называли Сталина. Вообще говоря, поэзия, истинная поэзия, христианская поэзия связана со светом. А здесь темнота, и входит он не с фонарем, как в стихотворении, которое написано незадолго до этого, а с дымящей, а не светящей лучиной к шестипавой неправде в избу. «Дай-ка я на тебя погляжу, ведь лежать мне в сосновом гробу». Дальше страшное описание того, что там в этой избе. Это неправда предлагает ему похлебку из из детей, из ребячьих пупков. Это не просто неправда, это кровавая неправда. И кончается «Вожь да глушь у неё, тишь да мша, полуспаленка, полутюрьма. Ничего, хороша, хороша, я и сам ведь такой же кума». То есть я ничуть не лучше, чем вот кровавая неправда. Надо сказать, что примерно в это же время те же проблемы были и у Пастернака. Но мы видим совсем другое решение. Наоборот, он оправдывает себя. Некоторая двойственность есть, но тем не менее, желание мериться пятилеткой. само измерение пятилеткой – это принадлежность к шестиповой неправде. И может быть, последнее створение, о котором я скажу, это «Квартира тиха, как бумага». Он на советской службе «Я как дурак на гребенке обязан кому-то играть». Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке учись щебетать палачей». Комсомольская ячейка – наглая вещь. Вузовская песня тоже наглая. А я еще хуже. потому что я знаю, что это не строители коммунизма, а палачи, присевших на школьной скамейке учись щебетать палачей. И расплата, и вместо ключа и покрены до внешнего страха струя ворвется в халтурные стены московского золожия. То есть оправдания нет. Мне нет оправдания. И метаноя неотделима от кеносиса. Вот снисхождение или нисхождение самого воплощения Бога, самого воплощения слова есть акт кеносиса. И для того, чтобы можно было подняться, нужно сначала оценить всю глубину своего падения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы там стоите. Сейчас пожалуйста большое спасибо Михаил Юрьевич и предлагаем возможность задать вопросы, поделиться впечатлениями. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отнимите руку, если есть вопросы. Отнимите руку, если вопросов нет. Один вопрос. Эстонский теолог Кукумазинг написал, что он хочет отказаться от мира слов и каких-то терминов. Может ли душа жить без языка? Это хороший вопрос. У меня нет ответа на это. И конечно вы можете понять, что кукумазинг понимал все по-разному. С одной стороны, он был членом лютеранской церкви, но с другой стороны, он также любил буддизм, тишину. И тишина важна и для христианского искусства. Звуки, слова возможны только, когда их можно отличить от шума. чем глубже тишина, тем мощнее слова или звуки в музыке. Мой отец сказал когда-то, когда его спрашивали, какая музыка тебе нравится, он сказал, я люблю паузы во время симфонии, когда дирижер замечательный. и это, конечно, шутка. Но очень большое отличие есть от укумазинга. Тишина это предпосылка или тишина это последний пункт, куда мы все идем, последняя точка, к которой мы направляемся. Больше нет вопросов? У меня был вопрос по поводу динамики, то есть секуляризация содержания ведет к сакрализации языка. Может быть, вы немножко объясните? Это вопрос о Ломоносове вы хотите задать? Но это относится только к 18 веку и к Ломоносове или это какой-то общий принцип. Что значит общепринято? Общий принцип. Что значит общепринято? Ломоносов был главный идемок русского языка в это время. Были и другие, Тредяковский, Ададуров и другие, но слово Ломоносова звучало, конечно, громче всех. Но с другой стороны, то предисловие, которое я цитировал, это, как сказать, меморандум для внутреннего пользования. Это было опубликовано посмертно. Но с другой стороны, мы видим вся практика Ломоносова, все его создание высокого стиля. И тут нужно учитывать такую важную вещь. В советское время русисты очень этому противились, а сейчас как бы а сейчас уже не противятся. Тут проблема заключается в том, что русский литературный язык происходит не из восточнославянского разговорного языка, а именно из церковнославянского. Об этом есть работы Умбегауна, Успенского и других. И обычный аргумент против был, что, ну, смотрите, как мало церковнославянских слов в русском. Простите, корней. Но с точки зрения структуры языка корни – дело последнее. Речь о грамматической структуре, о синтаксисе. Если мы сравним синтаксис Былин, скажем, или синтаксис белорусского языка, который выкроется из восточнославянского. Там совсем другой. Или же там, ну, возьмем какие-то уж совсем новые слова. Самолет. Какое тут церковнославянское? А именно церковнославянское, потому что это модель образования сложного слова церковнославянское. Или вездеход. То же самое. А восточнославянское – это колхоз. Без всякого соединительного О или Е. Восточнославянское было бы колхоз. И мы понимаем, что самолетов больше, чем колхозов. Засловно говоря. А о синтаксе я не говорю. Значит, еще раз говорю, что пытался сделать Вомоносов. Вомоносов создавал литературную традицию, литературную светскую традицию. Литературная светская традиция создается на базе сакрального языка. Но при этом секуляризированное содержание. Секуляризированное содержание, да. Но, с другой стороны, секуляризированное содержание. С другой стороны, в этом секуляризированном содержании происходит обожествление царской власти. И это тоже хорошо исследовано, как кодифицируется власть в русской культуре 18-го и 19-го века исключительно в библейских терминах. Большое спасибо. Если больше нет вопросов, тогда мы поблагодарим Михаила Юрьевича.